приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям у вас всех приветствуем в изобилии и недостатки обязательно прослушайте это видео до конца но очень важны и цены для каждой обязательно повесьте при входе в дом этот предмет и он принесет вам изобилие достаток и благополучия а также убережет от негатива и воздействия каких-либо негативных сил обязательно досмотрите это видео до конца а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя здесь много интересного и полезного ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этой ценой информация с теми кому действительно эта информация важно знаете колокольному звону издавна приписывали особые свойства считалось что он защищает от злых духов оберегает от сглаза и других негативных воздействий колокола звонили не только в связи с какими-то церковными службами но и в дни драматических событий и у многих славянских народов старину даже было принято омываться в родниках и источниках когда на пасху звонит колокол это давало и способствовало здоровью а девушка помогала избавиться от веснушек и стать даже красивее а вот сальный налет который снимали с колокола во время чистки наши предки использовали как целебную мазь против различных кожных болезней не меньше силы наделяли в старину и маленькие колокольчики чаще всего бубенцы использовали как амулеты пришивая их на одежду в качестве защиты от сглаза порчи также вешали на детскими кроватками и также верили что налитые в колокольчик лекарство или простая водичка излечивает болячки особенно связанные с органами речи и до изобретения электрических звонков колокольчики вешали над входом в дом над воротами или калиткой повязывали и на шею домашним животным и делалось это не для того чтобы хозяева могли услышать когда придет гость или чтобы скотина не потерялась звон колокольчиков также рассеивал нечистую энергию и защищал коров овец коз откладаться от колдовства и других недобрых вещей конечно же сейчас в магазинах из эзотерических товаров вы можете встретить специальные колокольчики их нож их нужно вешать над дверьми для очистки пространства и привлечения в помещение положительной энергии но для того чтобы заставить колокольчик работать нужно следовать обязательно определенным правилам прежде всего не стоит покупать китайские колокольчики колокольчики из пластика потому что они не живые можно приобретать только артефакты изготовлены из металла хрусталя или глины в качестве оберега вашего дома или квартиры больше всего подойдет колокольчик из серебра или стали повесить его следует там где постоянно проходят потоки воздуха например на форточку или над входной дверью где его будет постоянно раскачивать сквозняк желательно чтобы длина нитки или веревки на которой будет подвешен колокольчик составляла 7 сантиметров это сакральное число и на этот колокольчик насчитываются определенные слова которые после этого вешаются над дверью и обязательно колокольчик нужно повесить так чтобы он звонил всякий раз когда дверь открывают и обязательно помните о том что звук наговоренного колокольчика отгоняет всякую порчу даже если кто-то специально хочет испортить вас или ваш дом а слова которые нужно говорит наговаривать на колокольчик следующие шепчу я разом господним часом иду в поле на синее море на синем море камень и лежит на том камне старец стоит старец святой симеон столбник святой симеон стоял ты тысячу лет богу молился теперь пора тебя с камня сходить в мир идти к рабу будь божьему называйте ваше имя иди к нему за него молись вражью силу отгоняй знахарство колдун колдунством видовство снимай что наговорено что на знахарина что нас быткова на что на урочено что напущено по ветру что наложено по следу что в одежду воткнуто что под порогом нарублена от ими ты от дома сего все эти уроки эти наговоры эти нарубы эти тычки эти лихие дела и мысли за раба божьего имя рек молись свою молитву святую всей колокол замкни как колокол звонит симеон столбник бога молит лихо отгонит аминь знаете колокольчик оберег вы можете повесить и над окном на кухне или в гостиной колокольчики вы можете также и привязать к светильнику находящемуся в центре комнаты и перед тем как повесить колокольчики нужно произнести три раза следующие слова звон перезвон все плохое из дома вон но вы должны помнить о том что колокольчики должны периодически звенеть если их никогда не слышно и они расположены вне основных потоков воздуха значит вы неправильно выбрали для них место в этом случае их нужно перевесить на новое место снова повторив выше приведенную словесную формулу цвет нити вы можете использовать любой вы также можете и забыли заплести три нитки в косичку и это только усилит магию колокольчика но в таком случае одна нитка должна быть у вас красной другая белый а 3 черной нитки или веревки обязательно должны быть натурального происхождения из шерсти льна хлопка или пеньки рекомендуется все же вешать в доме не один а целых три колокольчика связав нитки на которых они висят между собой узлами можете как вариант повесить колокольчик на штору или рядом с ней привязать ее к любому декоративному элементу например банду или ламбрекену но шторы и декоративные украшения в таком случае не должны быть темного цвета и иначе так будет поглощаться негатив кроме того следите чтобы на колокольчик не падал прямой электрический свет иначе его сила будет просто нейтрализована зато прямые солнечные лучи оберегу даже показаны если ваш колокольчик состоит из хрусталя или глины то он не должен быть большим по размеру подвешивать такие колокольчики нужно на красную атлас ную ленту края которые обмотаны черной или белой ниткой на колокольчики не должно быть слишком много узоров но если на колокольчики вообще нет никаких рисунков то то в таком случае возьмите красную тушь и нарисуйте по кругу три полоски если колокольчик раскололся то знаете что это говорит о том что со стороны есть какая-то атака от темных сил и в таком случае его следует незамедлительно заменить если вы заметили что звон колокольчика изменился например как стал печальнее или он даже перестал звенеть вообще значит оберег исчерпал свою силу когда вы покупаете новый оберег взамен старого он должен быть по размеру больше прежнего но выбрасывать колокольчик не стоит залепить его внутри хлебным мякишем и спрячьте в укромном месте и через год вы можете начать его использовать уже вновь скажем уже не дома а например в офисе также колокольчик может стать и вашим личным оберегом для этого следует носить его на ключе как брелок если в дороге возникнут какие-то у вас трудности проблемы например долго не приходит общественный транспорт не можете поймать например попутную машину то достаньте этот амулет и позвоните им повелев проблеме решиться и вы знаете результат не заставит себя ждать но а те кто мечтает встретить свою вторую половинку вам нужно повесить дома или носить с собой связку из двух именно парных колокольчиков и их звон быстрее привлечет к вам потенциального партнера вот друзья сегодня вот такой информации мы ценно и важно хотели с вами поделиться обязательно повесьте при входе в дом колокольчик и это вам поможет вашей жизни